Здравствуйте, друзья. Как обычно, по вторникам в доле мы говорим о новых бизнесах, о стартапах и о молодых предпринимателях. Сегодня у нас в гостях хозяйка собственного СПА-салона Валерия Бальс. Здравствуйте, Лера. Здравствуйте. Как я понимаю, бизнес молодой? Молодой год. Год. Ну, это мало для СПА-бизнеса, для индустрии красоты? Это уже средняя такая, средняя точка. Ну, то есть уже какие-то, я не знаю, болезни роста преодолены, уже какие-то страхи отвалились, да? Да, уже какой-то путь, самые трудные какие-то шаги сделаны, уже мы на середине, грубо говоря. Как называется ваша СПА? Коконат-СПА. Коконат-СПА. И это, как я понимаю, это какой-то уникальный мальдивский стайл, да, которого в Москве до сих пор еще не было. Да, я решила сделать не как все, ни тайский, ни балийский, естественно, и не русский, конечно. Я решила привезти... Русский СПА-это квас и баня, по-моему. Баня, веники и так далее, парные. Я решила привезти, грубо говоря, кусочек мальдив сюда, потому что мальдивского СПА здесь нет, а на Мальдивах это самая идеальная СПА, которая может быть вообще во всем мире. На втором месте уже Китай идет, поэтому мне очень нравятся и Мальдивы, и вся тема связана с Мальдивами, поэтому я решила просто кусочек по возможности, по максимуму привезти сюда. Что из себя представляет сам салон? Где он расположен? Ну, я не знаю, это центр или это спальный район? Какой оборот? Вторая линия Кутузовского проспекта. Не плохое место. Не прямо на Кутузовском, но прямо за домами с первой линии, грубо говоря, где музей «Панорама Бородинская битва». Отлично, рядом с метро получается. Недалеко от метро, людям удобно ходить. Сколько там у вас, что вообще там происходит? Какие там радости? Там достаточно оживленный район, много рядом офисных центров, много конкурентов рядом, пять конкурентов. Это китайский, балийский, это элитный салон, спа-салон с большими ценами достаточно. Это просто салоны красоты, где есть массажные кабинеты. Ну, а что делается? Расскажите, что такое мальдивское спа, чем оно отличается от, не знаю, того же китайского или какого-нибудь там элитного? Это массаж. Прежде всего, у них есть свой традиционный массаж и различный уход. Мальдивский уход, это, во-первых, у них определенная техника, то есть это медленно, это запахи определенные, это музыка соответствующая. Вот у нас, допустим, там волны постоянно шумят, там птички и так далее. Но это такая расслабляющая музыка, это правильно, это правильный запах на входе. То есть клиенты заходят и говорят, господи, чем я уже расслабился, да, там это голос... То есть это такая ароматерапия серьезнейшая, да? Это ароматерапия, аромалечение, это терапия полная, уже со входа идет, грубо говоря, человека. Это определенный голос персонала, это невысокий голос, это не шумы никакие-то, это идеальное отношение просто к посещению клиента. То есть идеально, вот я прихожу, я там снимаю обувь на входе, раздеваюсь медленно в халатик, да? А бываете, вам дают тапочки мягкие, все, вы уже ощущаете, как будто домой, вот вы пришли, вас встретили. А бываете тапочки, проходите, разуваетесь, в это время там переодеваетесь в халат, все, выходите, чай пьете. Но это пока что-то, как в обычных, во всех спа. Дальше, а где мальдивская составляющая? Это, когда вы ложитесь на кушетку, там есть чаша такая с мальдивским песком, мы привозили песок оттуда, прям специально. Ничего себе. Да, то есть вы смотрите на песочек, можете руки опустить в этот там, прям достаточно столько песка, прям туда опустить, и как будто уже прям на Мальдивах. То есть шум океана в этом, потом запахи. И определенная, конечно, техника. Мы всю косметику привезли оттуда. Там у нас уже свои поставщики, все уже налажено. Много раз уже я там была, поэтому все оттуда привезла, все, что по возможности. А мастера? Ну, мастера, конечно, там Мальдивы – это ислам, поэтому никак не привезти оттуда мастеров. Никто не едет. Там работают балийцы на Мальдивах, индусы и балийцы. Но у нас здесь девочки, некоторых забирали на Мальдивы обучаться, некоторые обучили по приезду других, кто не поехал. Вот, как так, стараемся. А в чем уникальность именно вот в мальдивской технике массаж? Мальдивский массаж традиционно состоит из четырех техник. Это шведская акупунтура, это точки, это ароматерапия, это немного балийской техники и испанский массаж. Это четыре как бы микс массажей, но сделано по технике медленное выжимание, то есть это очень расслабляет. То есть не быстро, вот как, знаете, приходите иногда и там начинают растирать. Не растирать, это медленное выжимание, прям много кокосового масла и прям выжимание такое. И вы расслабляетесь, и тело расслабляется. Такой глобальный мур-мур получается. А обычно люди приходят, наверное, после работы, да? Это самое популярное время, после семи и выходные дни, забито практически все. А сколько занимает времени процедура? В идеале два часа. Два часа. И стоит? Да, это средняя. Допустим, у нас сейчас две с половиной, это по акции. И если хотите более продолжительное, это четыре тысячи. Вы сказали, что очень много конкурентов поблизости. Как вы думаете, чем вам сейчас удается все-таки от них выгодно отличаться? И каков оборот? Ну, я безумная фантазерка. Я каждую неделю придумываю всякие акции, всякие новые программы. То Голливуд спад, то Канухура спад, то всякий там бразильский поцелуй, всякие сладкая парочка. И вот в округе это знают, кто рядом живет, кто... Поэтому они каждый раз заходят то либо в раздел акций и скидки, то просто массажи, знают, что у нас девочки и на Мальдивах обучались. То есть у вас есть активно общающийся с пользователями интернет-ресурс, да? В первую очередь, а вас клиенты ваши узнают в интернете. Ну, и всегда они могут зайти на чашечку кофе, допустим, и у нас всегда его вывешивается. Баннер? На баннеры, да. Всякие акции. Каков оборот? И каков ваш личный доход? Оборот не превышает 500 тысяч в месяц. Личный доход больше 100 тысяч в месяц. Чуть-чуть. Ну, то есть до 250, пока вы можете это достать, да? Ну, мне кажется, это неплохо для начинающего бизнес-вумен. Ну, это не каждый месяц, конечно. Есть месяца высокого дохода, есть месяца низкого дохода. Ну, как-то вот балансируем. То есть все-таки сезонность пока сказывается на бизнесе. А что, когда? Зимой не приходят? Летом. Август. Август. Тяжело, да? Тихий месяц, когда все на даче, все уехали, все, всем не до спа, всем и так тепло, хорошо. Ну, а вы сами пока, в общем, там постоянно присутствуете, да, и лично управляете этим салоном? Или уже у вас есть какие-то наемные люди, штат, в котором можно передать полномочия? Есть штат из восьми человек. Сначала, конечно, была одна. Я была и за уборщицу, и за администратора, и массажиста. У меня самой диплом и так далее, и тому подобное. И встречала, и провожала. А сейчас, конечно, уже набрала потихонечку путем перебора, путем такого набора. Набрала людей, набрала персонал, который меня устраивает, с которым я хочу расти. Я так понимаю, что вы к этому бизнесу пришли не сразу. И изначально в жизни собирались заниматься совершенно другими вещами. Вы родом из Магнитогорска. И, в общем, это не самый продвинутый с точки зрения бизнеса город. Я, как человек, который вырос в поселке Аханжунково Северной Донецкой области, понимаю, что, в общем, наверное, с какого-то возраста вы хотели уехать куда-нибудь в большой город. Начиная с 16 лет. С 16, да? Я уже знала, что я уеду. Я уже готовилась как-то. Ну, то есть не сразу после школы? Ну, нет, конечно, не сразу. Куда что-нибудь там делай в таком возрасте здесь. Поступать? Ну, поступать я поступила там, в московский филиал, а здесь уже перевелась и как-то вот так это сделала. А в семье кто-то занимается бизнесом? Отчим с детства занимался бизнесом. Я как-то видела, как он все сам делает. Ну, намного серьезнее бизнес в плане там всякое остекление и так далее. Это мужская тема. Строительная, да? Строительная, да. Поэтому все время рабочие, все время вот эта вот стройка и так далее. Я просто, я ему помогала. Ездила на всякие там налоговые, сдавали что-то там, помогала писать, заполнять объявления в газеты. Ну, как-то вот. И поэтому решила пойти на юридическое образование? Нет, юридическое я получила. Это более-менее интересно было мне. Тема из всех, что предлагал институт. Вот, поэтому я туда и пошла. Ну, и папа хотел, все. Ну, подождите. Я вот с трудом представляю вас в роли прокурора, например. Хрупкая, красивая женщина-брюнетка. Не, ну правда. Я просто для тех, у кого нет интернет-трансляции, я визуализирую. Сложно вас представить в мире юриспруденции. Сложный такой. С таким, опять же, вкратчивый голос такой, да? Ну, то есть ваш темперамент, он скорее действительно про СПА, чем про защиту или нападение, там, или, там, не знаю, обвинение. У меня была попытка поступить в Челябинский институт МВД. Я не поступила. На последнем экзамене я все хорошо сдала. На последнем экзамене не поступила, не прошла конкурс, 80 человек на место, поэтому... Ничего себе. Слава Богу, да, меня отвело от всего этого. И вот я сейчас занимаюсь чем-то, то, что я люблю. Ну, а, то есть, в принципе, вы даже и не доучились, да? На юридическом недоучении. Потому что уже просто от этого всего воротило, да? Ну, интересно тогда, как из такого неожиданного теста вдруг вылепилась Валерия Бальс, бизнесвумен, об этом после новостей на Финаме. Оставайтесь вдоль, и сегодня мы рассказываем вам историю нового бизнеса. Это программа вдоль, и сегодня у нас в студии хозяйка Коконат СПА, Валерия Бальс. Расскажи тогда тебе... Может, она расскажет. На ты. Расскажи тогда, как вообще тебе пришла в голову идея создать собственный бизнес, потому что это такой ведь, ну, челлендж. Это же, ну, не просто для девушки самостоятельной. Я работала на двух работах. Ну, просто мне хотелось как-то, чтобы все было, чтобы я там хорошо жила, и я работала на двух работах. А, ну, потому что сначала ты переехала в Москву. Да, я переехала в Москву, работала на двух работах. А как тебя встретила Москва? Ну, не совсем, конечно, с улыбкой, но, может быть, благодаря характеру и какой-то, может быть, немножко... Все время мне стоило немножко стать доброй, улыбнуться, как-то люди по-другому немножко реагировали. Ну, как-то... То есть бороться за выживание пришлось? Мне недолго пришлось бороться за выживание. Какие-то первые месяца только. Потом я уже более-менее стала на ноги, потому что труд люблю и много работаю. Ну, как-то я... А где ты работала на двух работах? Рестораны, хостес, потом казино. Вот, когда я попала уже в казино, на ресепшн, просто гостей встречала, регистрировала. Два казино у меня было два на два. Все. Два дня там, два дня там. И вот как-то казино мне немножко подняло в плане... В плане денег или в плане уверенности в себе? И уверенность, и денег как-то вот уже пошло, поехало чуть в гору. То есть пришлось общаться с самыми разными людьми, да, и находить с ними общий язык? Ну, психологически было сложно работать, конечно, потому что сами понимаете, что такое казино. Но когда они закрылись, грубо говоря, мы все остались не у дел. И вот в 2009 году, когда закрылись, я буквально на пару месяцев пошла работать хостесом. И в один прекрасный момент просто бросила. Бросила работу, ушла. Неделю просидела дома, думая, что же мне так же заняться. Да. Уехала отдыхать. Уехала на Мальдивы. И вот тут-то мне и сразило это все на повал. Вот это вот просто поразительно, потому что обычно люди на Мальдивы ездят вообще от всего отрешиться, отвлечься, расслабиться, забыться. А ты на Мальдивах вдруг начала генерить бизнес-идеи. Вот это, конечно, удивительно. Ну, тут я поехала не в паре. Я поехала с подружкой. Первый раз в жизни с подругой на Мальдивы. Это, конечно, все необычно. Но в то же время, пока подруга там своими делами занималась, я ходила на спа. Мне так понравилось. Я прям впитывала как губка все. Прям все, что они делают. Записывала там. Все. В общем, я этим заболела. А они делились охотно своими секретами? Я говорила, что я, допустим, замуж ухожу. Скажите, а это как вы делаете? Я тоже так хочу дом мужу делать. Ага. Ух ты, какая хитрюга. И они делились. Они рассказывали, как они делают эти смеси, как они делают массаж. Ну, чисто по-женски только. Чуть-чуть. Щебетали, щебетали, иначе щебетали бизнес. Ну, окей, хорошо. Тебе понравилось. Было бы неплохо все это перевести в Москву. Ну, понятно, что одно дело приятные впечатления, другое дело бизнес. С чего вообще началось все? Как ты вот подошла к созданию собственного дела? Я приехала еще какое-то время. Собирала денег, подкопила. Конечно, это было тронно. То есть ты приехала обратно, и пришлось снова выходить на две работы? Ну, да, я работала, конечно, у меня все было в порядке. Я уже знала приблизительно, что я хочу. А какой был бюджет вообще? Сколько надо было денег, чтобы открыться? Ну, чтобы открыться, во-первых, это аренда. Самое, что в ней есть, финансово все поглощающее. Ты начала с поиска все-таки места? Первый месяц депозит и, так, и этому агенту. Три суммы. Это очень достаточно весомые суммы. Вот, я, да, начала с поиска помещения, с плана какого-то, хотя бы на листочке. Я там писала карандашом, я вся в этих бумажках была. Искала помещение, две недели искала. Я ездила каждый день, у меня было по четыре, по пять мест. Одна брала там знакомого, чтобы есть какие-то серьезные там люди. Технические вопросы. Потому что все-таки девушка, и для меня разговаривать было с такими там людьми достаточно очень опасно. С теми, кто сдает? Ну, да. А как ты все-таки, по какому принципу выбрала именно территорию, на которой ты сейчас находишься? Просто потому, что там сдавали то, что тебе подходит, или это какое-то особое место для тебя? В отличие от всех, которых я видела, и в самом центре, на самом деле ситуация обстояла ужасно с помещениями. Они были не отремонтированы, там нужно было очень много вкладываться. Очень много. Я нашла более-менее чистое помещение, которое по отделке было, в которое не надо было сильно прям вкладываться. Я нашла хорошее место. Ну, это Кутузовский, да, второе. И плюс рядом Москва-Сити для меня это было удобно. Ну, наверное, с офиса будет им удобно как-то. Уже какая-то часть придет. Ну, помещение, окей, это достаточно серьезная победа найти помещение, но как его заполнить, а самое главное, как привести в него людей, как ты решала эти задачи? Ну, я помещение нашла еще до одного определенного момента. Когда я приехала с Мальдива, когда я ушла с работы обычной, на которой я работала, я бросила. Когда бросила, я пришла неделю буквально, посидела, подождала. Там курсы начинались, массажные, школа начиналась. И я записалась туда. Я отучилась полтора месяца, каждый день, вечером на своих тренировалась. Отучилась, получила диплом, сходила на дополнительные курсы и сняла помещение, сняла кабинет в салоне красоты. И путем объявлений, путем всяких там акций и раздачи листовок я набрала около 15 клиентов, которые вот у меня, собственно, на первых парах содержали. То есть они перешли из этого салона к тебе? Да, они ходили ко мне как к частному мастеру. Ну и все, и они просто потом приезжали на Кутузовский какое-то время. Еще вот, грубо говоря, давали мне работу. Все. А потом уже они, кому-то уже сложно стало по Кутузовскому в пробках ехать. Уже кто-то отодвинулся. Да, и остались самые верные, там, целых 5-6-7, которые до сих пор ходят. Ну подожди, а мы остановились на том месте, что ты нашла помещение, это были голые стены. Опять же, ты вложилась в аренду, а еще надо было вкладывать деньги в ремонт, в закупку оборудования. Это же все очень недешево. Ремонт был чисто косметический, перекрасить стены в мой любимый цвет шоколадный, сделать дополнительно еще одну комнату перегородкой, сделать душевую. А сколько там помещений? Там сейчас 3 комнаты. 3 комнаты и квадратов? 40. Всего? Да, он такой как бы очень небольшой, уютный. 3 кабинетика, а всего 40 квадратов? Вот это да. Ну вот я достроила один кабинет, там было 2 всего, 2 комнаты, одна большая, другая поменьше. На одного человека. Все, а сейчас достроили третий. Достаточно стало уютно, компактно и как по-домашнему, что ли, ну прям очень красиво. Атмосферно. Атмосферно, да. Ну, так, окей, перекрасили стены, надо же все это обставить, нужны массажные кресла. А вот тут-то уже немного закончилось. Вот тут уже финансово деньги закончились. А клиентов еще нет, а зарабатывать-то еще не на том. Вот тут были самые верные вот эти вот 5-6 человек, которые ходили там 2 раза в неделю. Я сделала так, я не стала унывать. Я просто, как только получала прибыль какую-то, раз купила стол. Получила еще прибыль, купила стол. Получила еще прибыль, купила кровать. Получила еще что-то, купила там свете. Ну, не знаю. То есть о себе ничего. Ну, на первых порах нет. Ну, подожди, ну есть же, у девушки есть какие-то потребности. Там начинают покушать и заканчивая маникюром. Или ты просто себе отказывала во всем? Я была с такой пеленой, так относилась фанатично вот к открытию, что я готова была, наверное, чай, наверное, просто пить без ничего, лишь бы это все не погасло. И тебе приходилось одновременно, как ты уже говорила, работать там и директором салона, и полы мыть, и чай подавать, и самой массаж делать? Я была одна 2 месяца. Вообще одна? Я была одна 2 месяца. У меня даже мама не знала, что я открылась. Она даже не знала. И мне было стыдно сказать, что мама, я одна, и я там не могу потянуть еще там ни администратора, никого, ни массажиста, я одна. А уже потом, когда уже более-менее к январю, уже я начала набирать персонал, и уже тогда я сказала, мам, ты знаешь, я открылась. Вообще-то у меня своё спа. Ну, вот как перешел этот переход действительно от работы в минус практически, уже на какие-то нормальные рельсы? Откуда пришли новые клиенты? Ну, я бы не сказала прям, что в минус, в минус, минуса не было, было ноль или капельку выше. Или чуть плюс. Да, капельку плюс, всё, которое я заново покупала на это всё, и аренда, всё, больше не было ничего. Как удалось расширить круг клиентов? Ты сделала сайт? Первое, что я сделала, это сайт. И люди стали, и директ? Я сделала более-менее интересный сайт, я прошерстила все сайты, которые есть по спа, поняла, что не особо много интересных, где можно, ну, там только зайти, и уже не интересно, потому что много информации. Надо как-то это сделать лаконично, красочно, и так как названия очень красочные, я сделала в своём, опять же, стиле. Это кокос и шоколадный цвет, поэтому, ну, как-то уже более-менее такой красивый сайт получился для, вот как говорят в округе клиенты, я вас нашла по сайту, то есть мне понравился ваш сайт, ну, такого плана. Сделала сайт, потом второе, что я сделала, баннер купила, поставила прям на улице, вывеску, вывеска, опять же, когда я поехала уже второй раз в Мальдивы, я пошла к мастерам местным. Я говорю, вот вы делаете к вашим спа вывески, сделайте мне тоже, пожалуйста. И они вырезали из пальмы такую, сам мы нашли большую пальму, вырезали этот круг, полукруг овал, написали, как она от спа, а сзади спешил там. Ничего себе, и ты тащила вот эту штуку с Мальдивы. В серферской сумке, да. Обалдеть. И у тебя висит прям настоящая пальмовая вывеска. Пальмовая вывеска. На Кутузовском проспекте. Ну, я хотела сделать по максимуму Мальдивы. Похоже. Потом садовник сказал, что вот эти вот листья сухие, они у тебя не приживутся, что они сгниют и так далее. Поэтому давай сделаем более-менее, хотя бы вывеску просто оставим и козырек подниму, все. И сейчас я уже эту вывеску на дверь уже как-то буду перемещать, потому что... То есть вывеска заметная, и люди с улицы тоже приходят? Еще не совсем с улицы приходят, в основном по интернету, но тем не менее... Сейчас я уже буду делать более такую масштабную рекламу. Мы продолжим разговор после новостей. Оставайтесь в доле. У нас в студии Валерия Бальс. Это программа «В доле». У Валерии свой собственный спа-маленький бизнес. Ему всего год. И, как обычно, по вторникам мы рассказываем о том, как мы ставим наш новый юный бизнес на ноги. Ты, значит, ты сделала сайт, ты придумала классную вывеску и, ну, вообще создала какой-то такой фирменный стиль. Ну, наверное, сарафанное радио тоже работает неплохо. Ну, неплохо, да. Сколько человек в среднем сейчас проходит через салон? Десять человек в день. Десять человек в день – это хорошо? Это такая... Это хорошо, в отличие от других. Да, это хороший поток. Девушки заняты с утра до вечера, да. Расскажи, пожалуйста, как ты набирала персонал. Ведь это же тоже такой опыт, отсутствующий. Это искусство. Набрать и удержать персонал – это искусство, на самом деле. Я набирала сначала, зарегистрировала компанию на сайте, где ищут работу. Были какие-то звонки такие, вот, я все хочу, и первое, сколько оплачивается, там, первое о деньгах. Но я сделала по-другому. Я приглашала лично на собеседование те, кто мне понравится. Ну, выбирала как-то и по резюме, и по внешности, потому что в нашем деле тоже внешность важна. Очень, конечно. Там, мужское население хочет ходить к более-менее красивым массажисткам, да, там. А женщины, чтобы тоже. Они тоже сейчас хотят, чтобы массажист был эстетически привлекательным. Ну, конечно, если у человека, там, не знаю, плохая кожа, там, грязные волосы и нестриженные ногти, то, в общем, ну… Вообще это дело такое, мини-когенически интимное, что ли, вот это массаж, и человек должен идеально выглядеть, на самом деле. Потому что работают-то с телом, работают с душой человек, ну, грубо говоря, поэтому. И я, значит, лично садила их, давала анкету, по анкете спрашивала, значит, если человек мне говорил, я говорю, ну, спрашиваю, для чего вы занялись массажем, или там, чем интересен вам вообще спа? Ну, если мне человек говорит, что я это люблю, мне это нравится, я, там, мне нравится делать массаж, там, или я хочу, там, прям, чтобы люди были мне благодарны, лечить людей и так далее, разговариваем дальше. Если они мне говорят, не, ну, платят хорошо, там, там, так далее, ну, так, ничего особо не надо делать, грубо говоря, так, чисто физические силы только вкладывать. Не надо думать, не надо, там, ходить на работу, там, с девяти до шести, график, потому что особенно у массажистов свой. Поэтому, то сразу я говорю, ну, до свидания, как бы красиво девушка не сидела и так далее, да. Это уже точно, это у меня принципиально прям. Сейчас восемь человек, да? Восемь человек. И эти люди уже, вот, наверное, тебе приходилось с кем-то потом расставаться, куда-то дурной характер проявился, или там, не знаю, жулик. Штики какие-то, да? Обман, обман и еще раз обман. А как? Это нужно так выстроить систему, такую вот систему, чтобы и человеку было комфортно, и в то же время он тебя даже не подумал обманывать. Ну, это вот сейчас не все... А, то есть вы просто уводили клиентов на частные свои какие-то хлеба? Нет, не уводили клиентов, по работе обманывали. Я чисто случайно выходила на этот обман, чисто случайно, ну, не чисто случайно проверяла, проверяла, не надеясь, что попадут. А на самом деле попадались, и я прям сразу же прощалась, и все, с такими людьми, которые вот предали. А нету такой опасности, что тоже человек придет, поработает к тебе, а потом просто там будет клиентов себе на квартиру переманивать? Многие клиенты лично меня знают и общались со мной, и они как чуть так сразу мне звонят, допустим, что-то, им что-то не понравилось или еще что-то, они сразу мне звонят, чтобы я решила эту ситуацию. Ну, как-то я не боюсь, потому что они лично знают, и вряд ли они пойдут. Они вот к массажистам ходят, может быть, там, в какой-то мере из меня, ну, как говорят. То есть они слушают того, кого я советую. То есть у тебя с большинством клиентов есть личный контакт? Мы дружим, да, я лично приглашаю, я когда приезжаю откуда-то, я сразу привожу какие-то сувениры даже клиентам, поэтому они уже такие, знают, ну, как дружим, что ли. Мне нравится вот эта вот европейская система, когда вот в Париже приходишь в булочную, да, с утра, допустим, в пекарню, а там лично тебя владелец кофе им поет или там булочку тебе приготовит, да, спросит, как твои дети, как дела, как ты там. Ну да, потому что в эту булочную ходила там твоя бабушка, твоя прабабушка, и будут ходить твои внуки. И просто мне нравится, да, вот такое отношение, когда все простенько, там, грубо говоря, по-домашнему, и вот так тебя встречают, прям ждут тебя, а не так. Так, что приходишь, да, там по списку, так, понятно, проходить. Ну, вообще, ты знаешь, это действительно очень важно, я сейчас подумала, потому что есть очень у нас в Москве прекрасные всякие заведения, и огромные, и элитные, и роскошные эти спа, и ты туда заходишь, и там эти красавицы, которые тебя встречают, смотрят на тебя настолько свысока, ты себя чувствуешь такой букашкой вообще, таким ничтожеством, и настолько холодная, вот, какая-то, да, действительно гнетущая атмосфера вот этой псевдороскоши и гламура, она, конечно, мне кажется, да, когда ты приходишь на такую интимную идею действия, как спа-массаж, то лучше бы, чтобы все были свои. Да, я девочкам тут говорю, что, вы знаете, прям, чтобы прям по имени, там, здравствуйте, тут, там, да, проходите, пожалуйста, там, ну, мы вас очень ждали, там, уже, там, ждем вас уже, там, ну, человеку, прям, как будто мы его действительно целую часть сидим и ждем, там, прям, очень, там, говорили, подходили, прям, вы знаете, вот, меня никогда так не встречали, там, даже в самых элитных салонах. Откуда это вот? Это просто тебе фантазия такая твоя так работает, или, или ты, вот, действительно изучала, там, я не знаю, рынок, спа-услуг и прочее? Нет, я просто люблю путешествовать, много ездила и была, где, в 19 странах я была, и это одно из моих после спа пристрастий, и так бы сказала, и я была, и в Китае, и, там, на 160-м этаже в спа, да, там, и изучала, как они все делают, и я пытаюсь подружиться вечно с массажистами, особенно те, кто мне нравится. И для меня, вот, я когда еду в страну, я заранее знаю, куда я пойду в спа, я заранее знаю, в какие места я посещаю, с кем я знакомлюсь. Все опробовано лично на себе? Да, большинство. На личном опыте. Смотри, ты сказала, что ты возишь все, всю косметику, на которой вы работаете, из Мальдива. Это, наверное, тоже некий гарант того, что не, ну, никто не сможет предоставлять такие услуги, там, у себя на дому частно, потому что... Это отличие, отличие такое весомое, потому что там такие безумные скрабы, их нет нигде в Москве. Ну, это же, ну, это же, с другой стороны, насколько это рентабельно, это же, во-первых, дорого, тебе надо туда лететь, все это на себе переть. Нет, ну, я не летаю прям только из-за косметики. Ну, да, когда уже нечего делать, да, там, я могу закупить там, привезти просто как в чемодане, ну, заодно, заодно с отдыхом. А с другой стороны, мы уже там дружим с главным менеджером по СПА, это девушка с Токио, Аюка Сузуки, и вот, да, это моя уже подруга, грубо говоря, и вот она, как только у них какой-то семинар, она главная по СПА по всем островам, по всем отелям. Ух ты. Она такая, да, она очень такая деловая женщина. И вот она, как только какой-то семинар проходит, она пишет мне, там, Валерия, если хочет приезжать тогда-то, тогда-то, такой-то отель, такой-то семинар. И если мы, нам позволяет, допустим, да, и я смотрю, так, получается, девочки стоящие, все, все есть, поехали, там, одну-две берем и едем все вместе. И мы там полдня в СПА, полдня отдыхаем, допустим. Там 3-4-5 дней максимум. Ну, а ты планируешь как-то, не знаю, облегчить свою жизнь в плане, ну, какого-то ассортимента, там, продукции? Может быть, я не знаю, что-то в России, может быть, самим что-то производить, какие-то смеси там и масла? Или все равно все нужно возить оттуда? Да нет. Я же рецепты-то все привожу, мы и здесь делаем. Просто некоторые ингредиенты, которых нет, допустим, в России, ну, то есть в Москве и в Питере, нигде не заказать. В общем, мы заказываем там, привозят замечательный шоколад, там, 40 дней баржа идет, и вот они привозят шоколад, прям настоящий вот такой какао-бобы, которые, когда колешь, ой, сумасшедший запах. Привозят кокосовое масло. Я прям себе представляю эту алхимию, алхимическую кухоньку, где стоит такая Лера в кружевном переднике и рубит какао-бобы, свежая так с кокосовым маслом. Привозят настоящее кокосовое масло в твердом виде, по сертификату 99,9% масло, и оно тает у нас в руках, мы им делаем массаж, и мешаем с разными всякими скрабами, обертыванием, и вот всю эту вкусную смесь наносим на тело, и все вот лежат у него этой, закутанные такие. То есть это такая кулинария красоты, получается? Там безумная. Что стоит манго сделать, манговую программу, что стоит сделать кокосовую, шоколадную. Скажи, пожалуйста, а ведь, ну, это красивая сторона бизнеса, а другая сторона бизнеса, это всякие санпины, санэпидемстанции, налоговая, бухгалтерия, прочее, прочее, прочее. Как ты вот эти все механизмы отладила? Я много раз наступала на грабли, несмотря на предупреждения. У меня не так было, как по правилам, то есть по правилам они должны только через год, через два приходить, да, начиная, то есть молодых как бы не трогают, но на самом деле мне попались не очень такие соседи доверчивые. Насели сразу, да? Сразу всем обзвонили, кому можно, все сразу пошли друг за другом, у меня была такая неожиданная, ну, грубо говоря, меня ошеломило это очень сильно, то есть первый приход я боялась, я заикалась, я боялась, я не знала, что говорить. Кто-то сразу, ДСЖ, кто это? Нет, помощники налоговой, ну, это такая как бы и не налоговая, а люди, ну, то есть тоже налоговая инспекция, подинспекция, которая, если что не так, говорят уже в налоговую настоящую, то есть, и они пришли, а еще косового аппарата нет, и они раз-раз-раз, и все так, сейчас все в порядке, сейчас налажено до того, что комар нос не поточит, но это путем ошибок. Так, ну, они пришли, у тебя нет кассового аппарата, и что, они говорят, закрываем вас? Нет, они попросили какую-то там взятку, я отказала, я сказала, у меня таких денег нет, пишите все, что хотите, я буду так разбираться, в наглую, да, я уже с этим разбиралась, столкнулась, в наглую просто, как-то вот они... Ну, ты не обращалась ни в прокуратуру, никуда не стала, она не взяла? Да нет, конечно, ну, куда, нет, конечно, нет, я... И что, они ушли не словно нахлебавшим? Не словно нахлебавшим, написав какую-то бумагу, с которой я еще там два месяца разбиралась, разрешала эту ситуацию, а потом, после нее сразу ФМС... А ФМС-то чего? Ну, жители дома сказали, это же жилой дом, на первом этаже жилого дома, Кутузовский, и там по 90 лет... Профессиональная деформация, старые ФСБшники... Да-да-да, там по 40-50 лет старшие дома знают всех и все, и поэтому они тут же... Они решили, что ты не русская или что такое? Ну, они решили не то, что я... Просто проверьте, мы не знаем, что там находится, проверьте. Вот они все пошли проверять ФМС, которые вообще не должны были приходить, три здоровых мужчины пришли там, начали с паспортов и заканчивая там вызовом в главный офис. Ничего себе! Ой, потом, кто еще? Пожарники, которые вообще через два года только там приходят или через год, ну, то есть, такие... Все прошли, как то можно. А санэпидемистанция, наверное, нет? На ней нет, потому что у нас не медицинские услуги, у нас бытовые услуги, как бы... Но все равно, слушай, а у них же там какие-то вот эти вот санпины, повторюсь, страшные, что у тебя должно быть столько-то швабр там на квадратный метр. А, это все есть, да, это все есть, поэтому... А тебе пришлось это изучать все? Да, конечно, мы поставили ровно столько швабр, сколько нужно. Очень важно. Не понимая, никто не понимает до сих пор, зачем столько. Они лежат и... Ну, наверное, с другой стороны, явление всех этих не очень приятных организаций сразу дало тебе огромную школу, да? То есть, ты не успела наделать более крупных ошибок, получается? Тебя сразу ставили в какие-то рамки? Ну, я как слепой котенок, который делает первые шаги, наступает, 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 вот, и все. А потом становится зрячим, и уже вот сейчас приходит, допустим, кто-нибудь, да, или придет, я уже знаю, как разговаривать, я уже знаю, какие у меня мои права, какие у них права, я уже все-все это уже знаю путем вот таких ошибок. Ну, вот это просто удивительно тоже, потому что каждый раз, когда мы говорим о начинающемся бизнесе, мы упираемся вот в эти во все страхи, что кто-то придет и закроет, а еще и хуже и посадит. Давай об этом чуть попозже расскажем нашим слушателям, как внутренне можно с этим бороться. Оставайтесь в доле. Хорошо. Это программа в доле, у нас в студии хозяйка Коконат СПА-салона Валерия Бальс, девушка, которая, привет, еще раз, которая открыла первый мальдивский СПА-салон в Москве, и вот мы остановились как раз на том, что когда, ну, молодой предприниматель открывает собственное дело, он ждет какой-то поддержки государства и всестороннего участия в каких-то специальных организациях, которые призваны помогать. А к тебе приходит, там, не знаю, ФМС, налоговая пожарная, санэпидемнадзор, и просто, ну, на тебя давит все, и очень многие люди, как раз, может быть, поэтому не решаются открыть собственный бизнес, потому что они думают, что это бессмысленно, мне все равно не позволят его вести и на этом деле зарабатывать. Как ты все-таки преодолела все эти препоны? Ну, вот после нескольких случаев проверок я нашла такую организацию на сайте, у них был форум Ассоциации молодых предпринимателей России, есть такая общественная организация федеральная, федерального уровня. И вот я пошла к ним, пришла, а у них, значит, они подсказывают по налоговой, по юридической, если что, помощь какую-то первичную могут дать. Я пришла и говорю, я хочу состоять в вашей организации, чтобы, допустим, пришла какая-нибудь там проверка, там, и я сказала, я член Ассоциации молодых предпринимателей, не просто там Лера, да, спасла, и так далее. Вот, и они меня приняли, я стала их сотрудником, членом, можно так сказать. А в чем заключаются, ну, твои участия, там, какие-то членские взносы или участие в каких-то конференциях? Это небольшой, приемлемый членский взнос, там, в размере трех с половиной тысяч, но зато они дают, там, по налоговой, да, там, можно кому-то обратиться, спросить какой-то там. То есть они тебя прям берут за ручку и ведут, получается? Нет, они не берут. По каким-то вот этим бизнес-волнам? Разные там, нет, у нас есть разные проекты, допустим, там, бизнес-навигатор. Это такой проект, который уже на начальном этапе молодого предпринимателя дает обойти вот эти острые углы. Они так тебе сделают дорожку, помогут, что ты не будешь сталкиваться ни с проверками, ни с этими. Поэтому вот я раньше не знала, что есть, а сейчас, когда я уже сама состою в этом, я уже знаю. Я уже и сама прошла, грубо говоря, ну, они мне уже на каком-то пути уже тоже помогли. Ну, то есть получается, что можно начинать бизнес, как ты, вот просто действительно из ничего, не имея никакого вообще, никаких знаний ни о чем, а можно получить какую-то, ну, там, какую-то финансовую грамотность, бизнес-грамотность в... Грамотность можно, да, либо вот в таких организациях получить, либо сама, как самоучка, это должно все, либо путем проб и ошибок, бесценного опыта, вот, ну... Ну, а благодаря этой организации ты получила знания о том, как, значит, ну, легализовать свой бизнес, а помогают ли они тебе, и знаешь ли ты дальше, как его строить, чтобы он нарастал, чтобы у тебя как-то все это развивалось, масштабы менялись? Конечно, да я с первого дня знаю, вся картина стоит передо мной, то есть я конкретно знаю, что я хочу. Не, ну, ты знаешь о своем мечту, а знаешь ли ты способы ее достижения сейчас? У тебя есть какой-то бизнес-план? Да, есть бизнес-план, есть просто план на каждый день, на каждый месяц, на каждый год. Есть, конечно, и вот потихонечку, пошагово, этот план разбивается еще на много планов, которые более-менее... Ну, а скажи, хорошо, окей, вот ты видишь перед собой цельную картину своего будущего, какая она, что там? Там много, не много, а вот, допустим, в Москве сколько-то салонов, да, допустим, может быть, четыре в разных районах, потому что вот когда клиент приходит, он говорит, все здорово, все классно, но мне далеко ехать, были бы вы чуть поближе. И мы даже завели такую тетрадь, где пишем пожелания, ну, помимо того, что есть книга отзывов... Северная Чертанова, шесть человек, Южная Бутова, двенадцать, так. Да, это как бы смешно, но это, тем не менее, я потом сижу и думаю, так, где же сейчас в следующий раз открывать? И я смотрю, где больше бы наших постоянных клиентов хотело, и я просто уже, наверное, в этом буду и открывать. То есть у тебя дальше планы сделать сеть салонов? Такую небольшую сеть, а сеть не то, что там 500 салонов по Москве, да, Такая сеть в каждом округе, допустим, Москва, да, пару в регионах, и в каждой стране по одному салону. А, даже ты хочешь уйти за границу. Ближайшие с рубежей или... Дальние, ближайшие, дальние. Скажи, а почему ты не хочешь, вот ты говоришь, ну, немного, ты хочешь продолжать лично контролировать каждый салон? Не то, что продолжать лично контролировать, будут, конечно, помощники, да, к этому делу, который был вообще педагогом, который, знаете, не знал, что такое СПА. Теперь она у меня такая, ну, заменяет меня, когда меня нет, да, то есть она... Я ее приучила к этому СПА, это во вкус вошла, и так вошла, что... Приятная с полезным. Да, да. Поэтому нет, будет система управления, я надеюсь, это дело-то наживное. Ну, и я к тому, что мне нравится, вот, чтобы было как лично управляемая такая небольшая сеть. Потому что, вот, допустим, если взять конкурентов, там, да, вот они раскинули по всей Москве, а качество уже не то. То есть, а нам нужно качество, а не количество? Конечно. А как ты собираешься расширяться? Ты будешь брать кредит, или ты будешь что-то делать с партнером уже, с каким-нибудь? Или все-таки сама? Я думаю, что нет, я, наверное, открою какую-то часть сама путем накопления. Так лучше, не надо кредитоваться, это просто какой-то пассив получается. Путем накопления, да, это будет какое-то время, долго, но это надежно зато. Ты знаешь, что ты вкладываешь свои деньги, да, ты там, конечно, это риск, кто не рискует. Но, тем не менее, твои деньги не чужие. Вот, открыть несколько, а потом уже выйти на франчайзинговую систему и уже контролировать просто открытие твоего бренда. В других регионах, другими людьми. Да, другими. Сейчас, когда, ну, более-менее уже год бизнесу, и он функционирует, и встал на ноги, что ты можешь себе позволить? Какие свои, там, не знаю, девичьи материальные потребности, даже не мечты, ты смогла уже реализовать? На что ты тратишь деньги? На путешествия. Да, я могу в любой момент, в любое время, знаешь, это такая свобода, это, ну, просто, там, не пойти никуда, не надо никому отчитываться, не надо ничего, просто вот встал, захотел, там, ты улетел. Улетел и знаешь, что, там, ты ни от кого не зависишь. Во-первых, путешествия, во-вторых, ну, деньги я не трачу направо-налево, то есть у меня нет машины до сих пор, потому что я считаю, что лучше те деньги, которые там на машину, вложить еще в один салон, а тот салон еще принесет. Ну, грубо говоря, то есть... Рано пока тратить на машину. Конечно, вкладывать нужно в активные такие вещи, которые приносят прибыль, а не которые, там, наоборот, отнимают машину, будут отнимать, однозначно. Вот, ну, надо вот, я вкладываю свои деньги, коплю, вкладываю, коплю, вкладываю. Вот сейчас, допустим, мы сделали, уже, там, два дня осталось ремонт, ремонтные работы, дизайн переделываем салона. Своего? Да, расширяем спектр услуг и немножко дизайн переделываем. Сейчас еще больше будет клиентов. Да, ну, хочется же, ну, надо же себя как-то баловать. Балую я вот. Полетами? Полетами, красивыми отелями, спа по всему миру, вот это я балую. Могу подарок какой-нибудь купить, когда вот настроение есть, там, допустим, пошла, купила что-то, что хотела, допустим. Ну, какие-то не самые супердорогие вещи, да. Я не могу, вот, у меня рука не позволяет взять такую сумму, потратить просто, когда я могу эту сумму, еще в два вложить. Уже такое мышление, я уже не транжирую. Скажи, пожалуйста, как молодой предприниматель, который уже вот действительно, ну, там, какие-то шишки набил, коленки ободрал и в итоге, там, как-то состоялся и дело идет. Какие главные советы ты можешь дать людям, которые хотели бы начать свою собственную жизнь? Не бояться. Ничего не бояться. Ни проверок, ни страха не получится. Если вы, ну, если они боятся, да, если люди боятся, что не получится, так оно и будет. А когда у тебя вот так сильно хочешь, когда вот желание борется со страхом и оно побеждает, это важно. Это важно прям очень сильно желать, действительно хотеть. Не просто «я хочу» и ничего не делать. Ну, а с чего начинать тогда лучше всего? Если «я хочу». Я хочу, и если ты хочешь, ты и накопишь, и найдешь, и все-все сделаешь, и будешь работать день и ночь, и пойдешь даже, там, убираться будешь, там, круглосуточно, лишь бы накопить какую-то сумму, потому что ты хочешь. Ну, а ты посоветовала бы все-таки обращаться в какие-то организации, которые помогают молодым предпринимателям? Конечно, сейчас очень легко. Вот, пожалуйста, наша организация помогает и поддерживает молодого предпринимателя, и устраивает для него различные форумы, приглашает всяких спикеров, приглашает всяких, там, как открыть сайт, что нужно, какие там плюсы, минусы, куда обратиться, может быть, за субсидиями, если у вас денег нет, там, а вы можете выиграть конкурс, грант какой-то там. Конечно, можно попробовать обратиться в организацию, но я всегда только за себя, надеяться на себя и ни на кого больше. Ну, как говорится, на бога надеться, я сам не плашаю, но, тем не менее, наверное, если есть кто-то, кто может посоветовать тебе вот эти все технические, там, логистические вопросы. Такие лучше обращаться к специалистам, которые знают свое дело, советоваться со всеми не стоит, конечно, но вот люди, которые конкретно в каждой сфере знатоки и специалисты, надо именно не все сам, все прямо и тут, и тут, и тут. Ну, вот когда ты пришла в Ассоциацию молодых предпринимателей России, какой главный инсайт, какую главную поддержку они тебе оказали, в чем была? Мы по проверкам разъяснили права и обязанности этих проверяющих органов, потому что я одна была, кого уже проверили, все, кто мог. Серьезно? Да, я просто задавала уже вопросы напрямую, там, приглашали с ФМС этих сотрудников, приглашали с налоговой, у нас были каворкинг-сессии, то есть, это когда собирается много предпринимателей молодых, приглашают вот этих спикеров, и мы прям можем напрямую им задать, а почему вы делаете так, а почему там, а что делать нам, а какие права у вас, а какие у нас. В общем, надо знать свои права и не бояться открывать собственные дела. Спасибо большое, Валерия Бальс, хозяйка Коконатспа, молодой предприниматель, была сегодня с нами в доле, удачи.